Всем привет дорогие друзья, меня зовут Денис и вы смотрите канал МД Регион ТВ. В последнее время магнитная рыбалка стала очень популярной по нескольким причинам. Во-первых, это интересно, потому что вы можете найти различные и необычные вещи. Во-вторых, это полезно, вы можете использовать поисковый магнит для очистки водоемов от различного металлического мусора. И в-третьих, это прибыльно, вы можете заработать при поиске черных металлов. После приобретения поискового магнита наших клиентов чаще всего интересует один и тот же вопрос, это как правильно к нему привязать шнур. В этом видео я покажу вам несколько вариантов узлов, они будут простые и надежные. Но для начала, перед тем как привязывать, нужно определиться с самим шнуром. У меня в руках сейчас магнит на 300 килограмм, соответственно шнур нужно выбирать с разрывной нагрузкой не менее 300, но лучше 400 с запасом. На шнурах обычно указывается разрывная нагрузка, вот у нас видите, разрывная нагрузка 700 килограмм. Конечно, это большой запас, но нам для примера подойдет. Первый узел, который я вам покажу, называется констриктор. Продеваем конец шнура, вот так. Далее, второй раз продеваем, но через него. Вот так вот. Перекидываем сверху и заводим между ними. Все, готово. Следующий узел хирургический. Продеваем. Делается как прямой узел, но с еще одним парбросом вот так затягиваем. Все, узел готов. Но можно зафиксировать еще одним прямым его. Вот так. Все, готово. Следующий узел хирургическая петля. Данный узел удобнее всего завязывать без магнита, я снял болт с него. Продеваем. Делаем вот такую петлю. Так вот с запасом. И два раза продеваем. Раз. Два. Получается вот такая петля. Данный узел является очень крепким, но и, на мой взгляд, выглядит эстетично. Следующий узел академический. Делаем петлю. Два раза прокидываем. Это как хирургический получается. Дальше конец пропускаем через магнит. И два раза прокидываем в обратную сторону. Все затягиваем. Все, готово. Я оставлю вот этот вариант, хирургическая петля. И также обращу ваше внимание, что вот этот конец можно еще дополнительно обжечь зажигалкой, чтобы он не скользил и повысилась надежность узла. Либо примотать можно на изоленту к основному шнуру или на армированный скотч. Также не забывайте, что второй конец шнура обязательно нужно привязывать к себе или к какому-то объекту на берегу, чтобы у вас шнур не улетел вместе с магнитом куда-то в водоем. Приобрести магниты и шнуры вы можете в любом магазине МД Регион или заказать на сайте mdregion.com. Доставим в любую точку страны. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Выбирайте правильные магниты и правильные шнуры. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Я всех благодарю за внимание и всем пока!